Всем привет! И сегодня я по учебнику NextMove, workbook 1, страничку 23. И сегодня у нас writing a description of a town, письмо, описание города. Задание 1, complete the sentences with and or but. Закончите предложение с and, и, или, но. Also, there's a cafe and two restaurants in the town. There isn't a sports center. There's a swimming pool near my house. She can sing, but she can dance really well. There are lots of small shops, but there isn't a supermarket. You can swim in a swimming pool or the sea. I can juggle, but, and I can ride a unicycle. Переводим. В городе есть два ресторана и кафе. Рядом с моим домом нет спортсцентра, но есть бассейн. Она не умеет петь, но она умеет танцевать реально круто. Есть много маленьких магазинчиков, но нет супермаркета. Ты можешь плавать в море, ты можешь плавать в бассейне или в море. Я могу жонглировать и я могу кататься на моноколесе. Задание 2, complete the text with these words. Закончите текст с этими словами. A day trip to Stratford. In the morning we can cycle to the town square. There's a big shopping center next to the police station. It's got lots of fantastic shops. In the afternoon we can visit the museum. It's expensive, but it's very interesting. There are statues, posters, old books. And some beautiful paintings. There's a wonderful painting of some people in a cafe. It's my favorite. In the evening we can go to an Italian restaurant. Or we can watch a film in the cinema. Переводим. Утром мы можем поехать на велосипеде на Хородскую площадь. На ней есть большой торговый центр рядом с полицейским участком. В нем есть много фантастических магазинов. В нем мы можем посетить музей. Он дорогой, но он очень интересный. В нем есть статуи, старые книги и несколько прекрасных изображений людей в кафе. Это моя любимая. Вечером мы можем пойти в итальянский ресторан или посмотреть фильм в кино. Задание 2. Прочитайте описание в упражнении 2 и выпишите места. А прежде чем мы перейдем к этому упражнению, поставьте лайк. Для вас это всего лишь 2 секунды. А для меня это огромная мотивация продолжать снимать новое готовое домашнее задание по английскому языку. Таунскуэр, ресторант, синема, кафе, шоппинг-сентр. Мюзеум, полис-стейшн. И фантастик шоппинг-сентр. Переводим. Городская площадь, ресторан, кино, кафе, круговый центр, музей, полицейский участок, фантастические магазины. Задание 4. Посмотрите на брошюру. Посмотрите на брошюру. Мы не можем посетить скейтбот-ин-парк. Мы не можем. Посетить музей. Мы не можем. Посмотреть фильм в кинотеатре. Мы можем. Поиграть в спортивные игры. Мы можем. Поплавать в бассейне не можем. Пообедать в китайском ресторане. Мы не можем. Поужин во французском ресторане. Мы можем. Задание 4 мы выполнили. Переходим к заданию 5. Now write a description of Charlton. Use the model in exercise 2 and the ideas in exercise 4. Сейчас напишите описание Charlton. Используйте модель в упражнении 2 и идеи из упражнения 4. Данное задание мы не будем выполнять, поскольку оно творческое. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк. Подпишитесь на наш канал. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новых уведомлений на нашем канале. И всем пока.